Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, анализируем события минувшего дня, рассматриваем, как они повлияли на динамику финансовых инструментов и говорим о том, что может интересного случиться в ходе текущих предстоящих торгов. Традиционно давайте обратим внимание на содержание экономического календаря. Сегодня нас ожидает больше отчетов, чем накануне. Мы будем следить за данными по рынку труда Англии в 12.30 по московскому времени. Если бы у нас не было возможности со ссылкой опять же на минувшую пятницу говорить о том, что статистика сейчас все-таки трейдерами не так уж и игнорируется, я бы возможно этот отчет и вовсе бы исключил из повестки нашего с вами сегодняшнего анализа. Но пятница нам доказала то, что участники рынка сейчас все-таки еще и подумывают о перспективах денежно-календарной политики Банка Англии. Напомню, что в минувшую пятницу на закрытии, то есть прошлой неделе, вышел отчет по роничным продажам Англии, указавшим на то, что в принципе розница очень сильно просела как месячным, так и в годовом выражении. Слабые данные по роничным продажам были интерпретированы абсолютно логичным образом, как явное доказательство давления на общий показатель индекса потребительских цен и поднял вопросы о том, что Банку Англии возможно при ухудшении дальнейшем экономическом конъюнктуре может быть даже нужно и необходимо будет рассмотреть вопрос усиления экономической, стимулирующей поддержки экономики за счет разного рода инструментов. И это в моменте оказало давление на британца. Мы помним эту распродажную пятничную свечку. Ее, конечно же, можно было бы связать еще и с политикой, которая так и остается крайне определенной касательно вопросов и Brexit. Ее можно связать также и с тем, что участники рынка просто пофиксили результаты своих сделок длинных позиций перед выходными, учитывая то, что за выходные новостной фон мог существенно измениться, поскольку мы ждали обновленный план Терезы. Мы, в принципе, его дождались, сегодня мы о нем поговорим, но уделим ему не так уж и много времени, потому что он не достоин того, чтобы о нем поговорить. Ничего нового и Джереми Корбин, который, как вы помните, возглавляет оппозицию, британскую оппозицию алибористов, вовсе охарактеризовал вчерашний день после слушаний предложений Терезы Мэй как день сурка, потому что все, что было сказано Терезы Мэй накануне, якобы в формате обновленного, нового плана, который должен был бы снять с повестки все вопросы, ранее встретившие критику со стороны депутатов, но в то же время Терезы Мэй попусту повторила все то, что было и озвучено неделю назад в ходе вторника, когда, как вы помните, она потерпела сокрушительное поражение, поскольку не смогла протащить документ, план согласованный с Европейским Союзом о выходе Соединенного, Объединенного Королевства, собственно, из ЕС. Сейчас эта тема тоже остается центровой, но я думаю, что мы ее потихоньку можем убирать уже на второй план, потому что и вам надоело слушать по тому, что творится касательно Брекзита, и мне надоело говорить, собственно, об одном и то же, поэтому сейчас мы будем смущаться и обращать внимание больше на другие инструменты, которые ранее не выпадали из поля нашего зрения. Вернемся к рынку труда Англии. Сегодня я ожидаю слабые цифры, потому что если у нас слабый отчет по розничным продажам, значит ветра, наверное, дуют со стороны скромного прироста уровня доходов домохозяйства и более неопределенной ситуации на национальном рынке труда. Я думаю, что это отчеты, которые априори очень взаимосвязаны между собой. Если мой расчет окажется верным, и в данном случае логика отработает, друзья, сегодня мы получим слабые цифры, и, возможно, эти слабые цифры все-таки заставят трейдеров, спекулирующих британцам, немножечко отпустить тему с Брекзитом и попробовать в моменте отыграть статистику. Поэтому сегодня ставка на ослабление британца сохраняется. На текущий момент котировки находятся чуть выше отметки 1.2850. Я допускаю то, что при сохранении прежнего давления на фунт с учетом разочаровывающих макроэкономических данных пара может оказаться ниже планки 1.28 до конца этой недели. Следом за статистикой из Англии выйдет релиз по бизнес-оптимизму от Института ЗЮ Германии в 13.00 по московскому времени. Надеюсь, что вам не нужно повторять, друзья, что бизнес-оптимизм на фоне разговоров о фактической и технической рецессии в Германии должен оставаться и быть на крайне низких уровнях. Поэтому здесь уверен, что логика себя оправдает. Я ожидаю дополнительного давления на курс европейской валюты, что будет важно сейчас, потому что в четверг у Европейского Центрального Банка во время решения постфактум заседания решения о процентных ставках и уже после на пресс-конференции лично у Драги будут поводы дополнительные, такие свежие, скажем, ссылаться на слабые цифры, на низкие показатели доверия потребителей, на низкие показатели доверия бизнеса, элиты, на удручающие показатели по промышленному производству, по темпам экономического становления. Ну, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню и к чему будет клонить Драги, изменив, скорее всего, определенные очень важные заявления в своей риторике, в своей речи о том, что риски из сбалансированных постепенно снижаются в сторону очевидных. То есть, раньше, возможно, выдерживался баланс рисков, сейчас риски уже становятся нисходящими. Я думаю, что это важная, самая важная формулировка, которую мы услышим в предстоящий четверг, друзья. Она, с одной стороны, явно не дает сигналов того, что Европейский Центральный Банк будет по-прежнему сосредоточен на мягкой экономической политике. Но я думаю, что мы все с вами, люди мыслящие, можем понять, что на фоне нисходящих рисков для экономики, рисков, которые характерны не только для еврозоны, но и буквально для всего мирового экономического пространства, поднимать вопросы, которые будут касаться пунктов ужесточения условий кредитования на внутреннем рынке, это, ну, очевидно, что глупо, друзья. Поэтому Европейский Центральный Банк, будучи адаптивным, гибким регулятором, безусловно, в этот четверг должен порадовать нас мягкой риторикой. Эта риторика нам нужна, потому что она и создает условия для распродаж европейской валюты и снижения курса евро к более низким уровням. Евро сейчас находится в нисходящем, скажем, тренде. 1.1358 я сегодня даже сделку вам порекомендую. Ну, в общем, ожидания по евро, как вы помните, остаются ровно такими же, как и раньше. Я сохраняю свой медвежий прогноз по евро и уверен, что европейская валюта действительно окажется ниже. Также сегодня нас ожидает отчет от Американского института нефти. Ну, если быть совсем точным, друзья, не сегодня, а в переходе уже со вторника на среду по московскому времени. В 0.00 часов 30 минут АПИ, классическая, как мы называем, репетиция перед выходом официального релиза от Администрации аналитической информации. И за последние недели очень высокая степень корреляции между ними. Я даже считаю, что мы можем сегодня довериться этой статистике и, в принципе, понять, какой нас релиз ждет уже от Администрации аналитической информации. Я уверен, что запасы будут снижаться, поэтому у нас фактически уже завтра с вами еще один мощный катализатор для роста цен на нефть. И еще один релиз, о котором мы детальнее поговорим на завтрашнем брифинге. В 1.45 по московскому времени выйдут данные по инфляции в Новой Зеландии. Я вчера поставил крест на обычных перспективах австралийца и новозеландца, рекомендовал вам активно продавать эти инструменты. По австралийцу мы уже оказались ниже, опять же, тех уровней, с которых была дана рекомендация. Но мы ждем австралийца как минимум на планке 0.70. Новозеландец сейчас котируется на отметке 0.67.21. Друзья, сегодняшние данные, точнее завтрашние, раннее утро данные по инфляции, судя по ожиданиям, только лишь разочаруют, что усилит негативный эффект еще от крайне провального релиза по темпам экономического роста Китая и заставит новозеландца оказаться еще ниже. Если вы не открывали позиции, друзья, у вас есть еще шанс, возможность подготовиться к этому отчету и поставить заранее на ослабление. 0.67.21, цели как минимум на уровне 0.65. Ну а теперь пробежимся по основным инструментам. Традиционно нефтянка, 62.04 сейчас котировки, но сегодня мы о ней с учетом последней динамики, последних часов текущей торговой сессии говорим не как о растущем активе, а как о активе, который снижается. Но не переживайте, это никак не влияет на прежние ожидания того, что бренд все-таки доберется до 65 долларов за баррель. Я лишь еще раз напоминаю, друзья, что, наверное, это даже хорошо, что рынок не накапливает чрезмерную, скажем, перекупленность, либо перепроданность, и вместо того, чтобы двигаться без каких-либо откатов в одном направлении, дает вот эту коррекционную динамику. С точки зрения фундамента можно попробовать объяснить. Вчера был день рождения Мартина Лютера Кинга, праздничный день в Штатах, торги были низколиквидными, и американцы не отработали в должном объеме, возможно, слабые данные по Китаю. Сегодня они это будут делать. Собственно, Китай, наверное, нужно сейчас обсуждать, потому что мы всегда обращали внимание на китайскую экономику, как на основной барометр настроений, спроса к рисковым активам и недоверия к риску, либо причины повышенного спроса на защиту. Ситуация не меняется. Я уверен, пройдут года, пока Китай удерживает за собой статус одной из ведущих экономик мира. Эти тенденции будут очевидными, понятными, предсказуемыми, и на Китай будут смотреть так же, как, собственно, и раньше. Как вы помните, друзья, понедельник был омрачен провальным релизом по темпам экономического роста. Если говорить в целом, про 2018 год уже по итогам восстановление Китая составило 6,6%. В квартальном рост выражения был также очень скромный, 6,4%. Годовые темпы стали минимальными за последние 28 лет. В квартальном выражении тоже, по-моему, чуть ли не худшее значение за последние десятилетия. И разбираясь в том, что же оказывает такое серьезное давление на китайскую экономику, ну, можно и необходимо прежде всего отметить тот конфликт, который сейчас продолжается с Соединенными Штатами Америки торгового характера. Но я думаю, что, возможно, большая причина, она более глубокая. И эта причина связана с тем, что китайская экономика практически полностью исчерпала ресурсы прошедшего уже демографического взрыва, когда могла опираться на крайне дешевую и в избытке рабочую силу. Сейчас это уже не так. Мы видим то, что помимо этого торговый конфликт США стоил очень серьезным потерям китайской экономики в показателях экспорта и импорта. Мы видим, как изменился, ну, экспорт снизился, по-моему, на 3%, импорт больше, чем на 7%. Это тоже худшее значение за последние несколько лет. Общий показатель торгового баланса закатился на третий. Мы знаем, что Народный банк Китая в связи с этим начинает активно поддерживать, стимулировать экономику. Но, на мой взгляд, этих мер все равно будет недостаточно, так, чтобы Китай смог вернуться к прежним показателям экономического восстановления, потому что, как я уже отметил, все-таки корни истинной проблемы, они относятся к категории демографической. Сейчас количество младенцев, появляющихся на свет, все меньше и меньше. По мнению экспертов, уже начиная с 2025 года, население пойдет на убыль. И к 2050 году численности Китая может оказаться на уровне, сопоставимом с уровнем 90-х годов, а чуть выше там 1 миллиарда. Безусловно, очень нездоровые тенденции грядут, но это небольшое было лирическое отступление. Друзья, чтобы вы знали, что интересного сейчас можно пообсуждать, но в моменте, наверное, трейдинг эти риски проецировать не нужно, потому что прежде чем наступят вот эти гипотетические года, начиная с 2025, на рынке может много чего измениться. И, в принципе, я плавно опять же хочу вернуться сейчас к нефтянке и сказать, что даже несмотря на текущие крайне слабые данные по экономическому восстановлению, все-таки на рынке хватает оптимизма. Он упирается в то, что торговый конфликт США все-таки завершится двусторонним торговым соглашением, и это поспособствует оздоровлению китайской экономики. В этом случае и темп экономического роста изменится как непосредственно самой поднебесной, так и всей мировой экономики. И мы не будем уже так критично отзываться о том, что Китай это якорь для всего мирового экономического восстановления. Поэтому по рынку нефти нужно все-таки напомнить вам, друзья, что вот новостной фонд, который сейчас был озвучен мной, это плохая статистика по Китаю, ожидание того, что все будет дальше хуже. Кстати, вчера еще и прогноз Международного валютного фонда был негативным, поскольку его пересмотрели с понижением постоянности бренда. На 2019 год бренд до 58,95, хотя буквально несколько месяцев назад Международный валютный фонд давал оценку роста бренда за 65 долларов за баррель. То есть видите, какие серьезные коррективы. Но это все равно, опять же, то, что вряд ли будет иметь какие-то долгоидущие последствия. То есть МВФ может снова пересмотреть прогноз в случае, к примеру, потепления отношений торговых между США и Китаем, о чем я уже сказал. Поэтому, друзья, я не буду повторять все причины локального роста нефти, которые вчера детально вам озвучил. Их было несколько. Надеюсь, что-то вы для себя взяли как базы для роста. Но очень верю в то, что вы вместе со мной сохраняете сейчас позитивное расположение духа в адресе нефтянки. И вместе со мной ждете этот актив в районе 65 долларов за баррель. Фонд против американца. Снова повторяю, друзья, то, что даже во прошествии вчерашнего дня, когда я допускал, что если Тереза Мэй представит план, который сможет убедить скептиков возможно через какое-то время изменить свои прежние позиции и проголосовать за план по выходу из состава Европейского Союза, мои ожидания того, что и этот оптимизм вдохновит меня, собственно, на покупки британца, они не оправдались. Я не буду метаться, я не буду сейчас менять ориентиры по фунту. Я сохраняю, друзья, прежнюю короткую позицию, потому что вчерашний день то, как шло обсуждение нового плана Б, лично мне доказывает то, что политический кризис, он, как снежный ком, увеличивается, нарастает буквально с каждым днем. Корбин в очередной раз обвинил Терезу Мэй в том, что правительство абсолютно не гибкое, текущее правительство не способно привести Англию к тем условиям мягкого брегиста, которые устроили бы всех. Тереза Мэй, возможно, это так же прекрасно понимает, собственно, так же, как и понимает, что ее вчерашнее выступление было фактически поднято на смех, потому что она не предложила ничего нового, она в очередной раз потратила время и не приблизила, опять же, Англию к вот этому ожидаемому процессу выхода на официальном уровне на условиях мягкого брегиста. Это было, на мой взгляд, друзья, ожидаемым, потому что если бы у Терезы Мэй был какой-то рычаг, была бы какая-то возможность попробовать сплотить палату общин, то эта возможность была бы обозначена на рынке еще в минувшие выходные, потому что до этого Европейский Союз должен был бы пойти на какие-то определенные уступки и внести ряд принципиальных правок в текущее соглашение. Этого не произошло, поэтому в понедельник Терезе Мэй, в принципе, не было за что бы зацепиться, чтобы попробовать изменить рыночное настроение. Поэтому сейчас я отказываюсь от идеи того, что каким-то чудом при текущей политической ситуации можно еще рассчитывать на идеальный мягкий брекзит. Я даже не стал бы говорить, что удастся в ближайшее время все-таки продлить сроки официального выхода Англии с 29 марта на более поздний период, потому что лично вчера я не получил какого-то комментария на эту тему, не услышал, не увидел, так же, как и все, кто наблюдал за планом Б от Терезе Мэй. Поэтому жду пару фунт-доллар ниже отметки 1.28, друзья, и сохраняю ожидания, потому что фунт должен оказаться даже еще ниже. Евро против доллара 1.1358. В двух словах я уже говорил о том, что мы с вами ждем четверг, самое главное, это пересмотр прогнозов по экономическому росту, по инфляции и смещение оценки рисков из состояния баланса в сторону снижения. Поэтому я предлагаю вам сделку по евро-доллару с Эллимит с отметки 1.1385, друзья, в расчете на то, что евро все-таки окажется в числе аутсайдеров. Австралийцы против доллара 0.7138. Австралийцы отыгрывают слабые данные по Китаю, о них мы уже поговорили, в этот четверг выйдут данные по рынку труда, посмотрите на ожидания. Не самые лучшие цифры нас ждут, с учетом того, что Китай сейчас активно давит на австралийца. Я думаю, что завершим действительно эту неделю ниже уровня 0.71, то есть держим короткие позиции. Возможно, кто-то из вас прислушался к моей вчерашней рекомендации и провел все-таки сделку. По Новозеландцу уже поговорили, ориентируемся на слабые данные по инфляции. Также отталкиваемся еще от динамики австралийца, реагирующего на Китай, да и на Взеландец тоже реагирует на то, что происходит с экономикой Поднебесной, точно так же, как и австралийца. Поэтому причин для снижения достаточно. Ждем пару ниже 0.66 и ближе к отметке 0.65. Доллар иена, друзья, 109.43. Доллар вчера неплохо воспользовался условиями низколиквидного рынка. Попробовал даже опереться на рост доходности американских облигаций. Достиг максимума 109.75, но не удержался. Там сейчас мы видим снижение. 109.43 уже поджимают с новой доходности американских облигаций. С локального максимума 2.80 летки ушли до уровня 2.75. Я надеюсь, друзья, то, что вам не нужно повторять о причинах, почему сейчас лучше держаться подальше от доллара, ставя на инструменты, пользующиеся большим спросом с точки зрения защитных активов. Это, в данном случае, иена. Brexit, шатдаун США, риски экономической рецессии в еврозоне и замедление Китая, который вчера похвастался, в кавычках, конечно же, худшими результатами экономического восстановления за последние, можно сказать, 30 лет. Ну, как в такой обстановке можно ставить на потери, скажем, японской иены против доллара? Я думаю, вы понимаете, что это неправильно. Поэтому сделка селлимит 109.60, друзья, надеюсь, принесет нам хороший результат в расчете на то, что доллар может в моменте восстановиться. Но это восстановление будет также непродолжительным. В итоге лидерство снова перейдет к японской иене, оправданной, и мы увидим, собственно, возвращение пары доллар-иена к нисходящему тренду, который, на мой взгляд, является самым аргументированным сейчас с точки зрения того, что может произойти, и обоснованным. Жду, собственно, более слабую американскую валюту. На этом все. Хорошей вам удачной, прибыльной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok